Ну это пока только мне линию нарисовал и все. Ага, отлично, ну овощи. Хорошо, теперь передняя лапа на каком поясе держится? Лопатка. Вот положение лопатки. От лопатки пойдет дальше. Плечо, потом предплечье, потом кисть. Вообще-то больше и больше наказано. Так. Либо лопатка может проворачиваться вот сюда. Вот варианты положения передняя лапа. Дальше провернулась. Передняя лапа может вот в такое положение. Лопатка у лошади вот так стоит, да? Угу. Вот. 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 И вы съели кисть. Кисть у лошади длинная. Вот. Тогда уж вот так. А копыт, скорее всего, будет вот так подобным. Во-первых. Во-вторых, вот такой линии никогда не будет. Она вот так пойдет. Хорошо. Вот эта вот линия еще пояса. А вот эта линия уже начала нынешнего. Вот так. Вот такая вот эта вот тащит кашка. А здесь более нормальная. А здесь да? Ну, единственное, вы размахали мощность бедра. Ну, вот ничего, ничего. Все бывает. Так. Ну, и лошадь все-таки не борзая собака. Такая талия бывает вряд ли. Ворожительный верблюд, Володька. Молодец, молодец. Очень хороший. Значит, давай играть с ним. Да. Ну, во-первых, толстоватые ноги с этим. Сами заметили, это уже хорошо. Хорошо и правильно, что линию начала конечности увели и все вот сюда, да, они действительно начинаются именно так. Шея, в принципе, правильно поймали. Значит, верблюд лохматый зверь. У него вот за счет шерсти будет еще вот такое хозяйство на голове. А вот губы у верблюда крупнее. Намного. Я специально вам несколько раз устанавливал кадр, чтобы вы посмотрели. Верблюды очень губастые звери. Ну и размер головы относительно туго, если у вас маловато. У верблюдах голова по крупнее. А вообще общая фигура очень неплохая. Понятно, сейчас увеличить буду голодом. Уменьшу и голодом, а ноги сделают потом еще.